Всем привет! Я основатель компании VR Concept и наша компания разрабатывает программное обеспечение для использования виртуальной реальности в промышленности и образовании. Мы делаем коллективную работу VR доступной. И также наша компания является партнером компании HP именно по глобальному VR направлению. И сегодня с моим коллегой я хочу представить Дениса Рогова. Да, всем привет! Я основатель сети клуба виртуальной реальности Портал VR. В основном мы занимаемся темой развлечений, но при этом и смотрим немножечко дальше и шире. И сегодня с Денисом объединились для того, чтобы посмотреть, протестировать новый шлем HP. Это должно быть действительно интересно, поэтому внимание! Спасибо HP за то, что предоставили такую возможность. Вперед! Поехали! Ну-с! Легкий! Прям как перышко! Совсем-совсем! Контроллеры тоже легкие, кстати! Легче, да, справа? Слушай, а смотри, какой дизайн! Кстати, интересно, что две батарейки. Не как в Rift S одна, тут две батарейки, то есть, соответственно, будет дольше работать, я думаю. Ну, в предыдущем A4 VR, по-моему, тоже было дольше. Ну, я в первую очередь сравниваю со своим опытом в Rift S, я им активно пользуюсь. Как-то умудрились. Такое ощущение, как будто легче даже сделать, чем предыдущий A4 VR. Пластик глянцевый такой, на нем, конечно, будут видны следы жирных рук, поэтому аккуратно пользуйтесь такими устройствами. Ну, в целом, слушай, как же самое, очень-очень мягенькая накладка, она прям... Ну, да. В общем, они сделали накладку, как у Valve Index, да, это действительно круто, это позволит быстро ее менять и пользоваться большому количеству людей комфортно, так сказать, шлемом. Вон, сзади достаточно такая тоже четкая, качественная накладка. Знаешь, не хватает, наверное, ну, по крайней мере, по привычке не хватает какого-то кольца для регулировки расстояния. Слушай, он, наверное, тянется, да? Да, он просто, видимо, тянется, здесь вот тоже соединяется, вот так вот. А, собственно, сбуху. Да, и вот как-то нет, смотри. Интересно. Да, вот он, он так, слушай, он достаточно, очень плотно сидит, он абсолютно темный, то есть я тут не вижу ничего. Как интересно. Слушай, круто, 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 круто. Это очень комфортно, потрогай. Самое крутое, наверное, здесь это звук, ну, мы пока его не включили, я думаю, разрешение там тоже шикарное. Да, расскажи, вот зачем вот это вот, почему вовне? Я могу объяснить, то есть, получается, компания HP совместно с Valve скооперировались для производства этого шлема. И по факту вот эти наушники используются в Valve Index. И их основная суть в том, что наушники размещены немножечко выше ваших ушей, это не создает такого, знаешь, эффекта теплицы, когда ты там несколько часов проводишь в виртуальной реальности, у тебя потеют уши и становится реально некомфортно. То есть, это скорее не наушники, это скорее динамики. Они создают более объемное звучание, они более комфортные и, собственно говоря, в них не будет потеть ухо. Как тебе? Сидит, да, отлично, плотно, вообще ничего не вижу. Да, да, да. Кстати, вот не могу сказать то же самое про Reef-Test, то есть, для Reef-Test нужно пользоваться специальными накладками на нос, чтобы ничего не было видно. То есть, в Reef-Test часто, знаешь, бывает удобно ответить даже кому-то на телефон. Вот, а тут такое уже не пройдет трюк. Вот. Так, ну давай посмотрим, что тут последнее у нас осталось. Это коробка с проводами. Так, 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 ну, батарейки, понятно. Питание. Питание. Слушай, кабель похож на индекс, но в то же время не похож на индекс, то есть. Дисплейпорт. Так, ну давай батарейки сразу. Тейп-С. Ставим. Слушай, мини-дисплейпорт. Ну, в принципе, как у Reef-Test, насколько я понимаю, у них тоже такой же коннектор. Только у Reef-Test нет вот такого блока. Это для дополнительного питания. То есть, он здесь тоже подключается, так же, как у индекса. Вот, соответственно, вот этот блок, он дополнительно запитывается. Ну, в принципе, мы сейчас будем готовиться к подключению данного устройства, тестировать уже его картинку, смотреть его разрешение. Она должна быть очень крутым, мы на это надеемся. Вот, сейчас несколько минут, я думаю, у нас это с Денисом уйдет, чтобы это все дело подключить. Да, причем давай сразу вот посмотрим. То есть, получается, он подключается по USB Type-C к компьютеру и DisplayPort, что логично, потому что HDMI просто-напросто такое разрешение не потянет. И самое главное, что есть переходничок. Это для ноутбуков, да? Это для ноутбуков, у которых, опять-таки, есть мини-дисплейпорт. Но на самом деле, у кого нету на ноутбуке дисплея порта или мини-дисплейпорта, не пугайтесь, это распространенная уже сейчас в новое время вещь. Есть переходники из дисплея порта на Type-C. И так как у меня вот ноутбук, он как раз вот такой компактный, маленький очень, но при этом тут профессиональный видеокарт стоит, и здесь поэтому HDMI нету, но у меня есть переходник на Type-C, и мы попробуем его подключить. Так, ну, а давайте теперь попробуем погрузиться в виртуальную реальность. Так, одеваем шлем VR. Ух, да, совсем другое дело. Очень высокое разрешение. Отличная яркость, контраст. Все достаточно плавно работает. Мы специально загрузили такую детализированную модельку VR Concept, чтобы можно было посмотреть очень мелкие детали. Это моделька Lego. Трак. В нем тысяча деталек. Вот я сейчас не смотрю на контроллер, но при этом двигаю контроллером, и благодаря появившимся новым камерам сбоку мы видим, что вот контроллер сам по себе и из системы отслеживания не пропадает. Что очень важно. Попробуем сейчас разный функционал. Например. Что-нибудь нарисовать. Кстати, теперь боковая кнопка, вот которой обычно хватают объекты, какой-то интерактив, да, который вот сбоку, она теперь на контроллере стала тактильной. То есть, вот мы наводимся, например, вот я до нее сейчас дотронусь, вот, и видите, система думает, что ее нажали. Ну, это нам открывает большие возможности для того, чтобы увеличить способы по взаимодействию, и мы теперь знаем, как бы, информацию, скорее всего, о том, насколько сильно нажата эта клавиша. То есть, например, с точки зрения оценки деформации, каких-то эргономических, например, там, захвата руля, это можно использовать. Это очень интересно. Так, а давайте попробуем сделать замер между двумя точками, посмотрим, насколько точно идет отслеживание контроллера. Например, я вот хочу здесь поставить. О, да, вот просто достаточно дотронуться до кнопки. Как видите, очень можно легко, да, учитывая, что вот у нас нету базовых станций, а все равно трекинг достаточно точный, чтобы можно было вот в любую точечку попасть и точно поставить точку в виртуальном пространстве. Вот моделька тысяча таких вот блоков, объектов. Здорово. На самом деле, новое поколение шлемов VR. С каждым разом все более лучшее отслеживание, больше обзор и разрешение. Хотя, на самом деле, с разрешением, я смотрю, уже даже не знаю, куда дальше видится, потому что лесенки не видно, пиксели не видно. В общем, человеческому глазу этого почти достаточно. Дальше, если только уже идти в сторону цветопередачи и частоты, частоты кадров. Супер. Сегодня мы с Денисом рассмотрели новый шлем от компании HP. Это действительно получилось интересное устройство. На первый взгляд могу сказать лично свое мнение, сейчас Денис поделится тоже своим, что мне бросилось в глаза. Естественно, это очень комфортное устройство. То есть оно выполнено из Скоржзама, оно легко крепится и комфортно сидит. То есть нет никаких там полосок, то есть нет внешнего видимого света. У него очень хороший звук. Valve, так сказать, помогли HP сделать действительно достойное устройство в этом плане. Мне очень понравилось то, что у него регулируется межстрочковое расстояние. То, что, допустим, убрали из рифтеса, здесь оно присутствует. И это очень круто. Качественный трекинг. Мы с Денисом это все дело очень хорошо протестировали. И трекинг не пропадает. Также вот маска, которая на магнитах, очень удобно крепится. И это действительно круто. То есть позволяет быстро ее менять и без особых хлопот это делать. Вот. Ну и, наверное, в целом, как бы это действительно классное легкое устройство, которое многим придется по вкусу. Вот, Денис, что ты скажешь на свой взгляд? Очень здорово, что отрасль развивается, следит за трендами и слушает своих пользователей. Потому что новый шлем от HP, он в первую очередь легкий. Его приятно держать в руках. То есть нацелено на то, чтобы люди хотели им обладать, при этом выглядит очень серьезно, как такая, ну, скажем так, серьезная вещь. Не какая-то игрушка, да, там, не как какого-то из дешевого материала. Самое главное, это, конечно, разрешение. Оно стало таким четким, что уже на самом деле непонятно, куда дальше сделать больше, да. Появление по бокам камер дало возможность отслеживать контроллеры, когда они находятся ниже, выше, за нами. Что раньше у предыдущих шлемов поколений всегда приводило к тому, что контроллеры улетали, да. И данный шлем, это шлем, который без дополнительных станций, то есть его плюс, что мы взяли и через минуту уже разобрали, подключили и вяли. Снимающаяся насадка, это, понятное дело, вызов времени, да. Когда сейчас с распространением ковида, инфекций, очень понятно всех волнует. Вопрос касаемо стерилизации, и особенно на выставках, когда несколько людей друг за другом одевают. Такой подход дает возможность снять и другому человеку свою маску надеть. То есть вполне возможно, что когда-нибудь мы, приходя к друзьям, будем брать с собой свою маску. А почему нет? Вполне возможно, что его другой цвет или, например, другая глубина будет более подобрана под нас и более комфортная. Здорово, здорово. Начинаем пользоваться новым поколением шлема, наших партнеров HP, и ждем следующего, еще более легкого, еще более качественного и простого в обращении. Да, ребят, будущее наступило, оно уже здесь, ну, просто оно неравномерно распределено. Надеюсь, этот шлем станет скоро доступным и приобретет свою популярность из своих фанатов. Так что увидимся на полноценном обзоре этого устройства через несколько недель. Подписывайтесь на наши каналы и оставайтесь на связи. Всего хорошего. Спасибо, друзья. Пока.